Сегодня мы начнем с обсуждения трансфинитной рекурсии, нового понятия трансфинитная рекурсия, которое является обобщением уже знакомого вам понятия обычной рекурсии, арифметической или счетной рекурсии. Я напомню, что такое обычная счетная рекурсия. Ну, если у нас имеется х нулевое и у нас имеется какой-то кси от х, то обычная счетная рекурсия нам задает такую функцию f из омега в какой-то у, обладающую тем свойством, что f от нуля равняется х нулевому, f от n плюс единица равняется кси от f от n. Мы с этим уже давно знакомы. Мы этим пользовались для доказательства ряда результатов каких-то. И, в общем-то, это интуитивное построение функции. А для чего, кстати, мы использовали? Мы, допустим, критерий Дедекинда доказывали при помощи счетной рекурсии. Кроме того, счетные рекурсии мы построили при помощи счетной рекурсии всю арифметику. Помните, мы построили рекурсивное сложение, умножение. Для всего достаточно нам всего лишь вот такого способа построения. Если у нас имеется первый элемент, и у нас имеется способ, мы как-то волшебной палочкой коснулись элемента, получили другой. Еще раз коснулись элемента, получили третий. Мы можем это преобразование делать столько раз, сколько нам нужно, чтобы получить счетное количество... Ну, оно не обязательно, они могут где-то совпадать, но, во всяком случае, вплоть до счетного количества разных элементов мы можем получить при помощи обычной рекурсии. Мы в последний раз использовали счетную рекурсию для доказательства того факта, что любой ординал х является суммой предельного ординала и натурального числа на прошлой лекции. Но при всей своей мощи, при всей своей полезности, счетная рекурсия имеет то ограничение, что с ее помощью можно построить не более чем счетное множество. И возникает вопрос, а если мы хотим при помощи рекурсии построить не счетное множество, можем ли мы это сделать? И, конечно, мы можем обобщить счетную рекурсию на трансфинитные числа, на ординалы, и получить трансфинитную рекурсию, при помощи которой мы можем построить в том числе и не счетное множество, и при помощи которой мы можем доказать наиболее сильные, наиболее интересные, содержательные результаты в нашем курсе. А как это сделать? Как мы можем обобщить? По той же схеме, по которой мы обобщали обычную арифметическую индукцию на трансфинитный случай. Если в обычной индукции нам нужно доказать а от нуля и шаг индукции, если а от n, то а от n плюс 1, то в трансфинитной индукции, помните, там немножко по-другому. Если а из того факта, что а истина на всех меньших, следует, что а истина в самом n, то тогда а истина на любом ординале. Так и в случае с рекурсией трансфинитной, все по-другому. Нам нужен просто такой вот терм, который из х получает кси от х. И трансфинитная рекурсия нам гласит, что для любого ординала бета можно построить х из бета в какой-то у, в какое-то множество у, такое, что h от t равняется, внимание, кси от h от t в квадратных скобочках. Что это означает? Что такое h от t в квадратных скобочках? Это все значения h на элементах множества t. Так как t у нас ординал, всякий ординал состоит из ординалов, строго меньших его. И предельные ординалы, и последующие ординалы, они все состоят из ординалов, строго меньших его. То есть, на самом деле, я здесь записал следующее. Если у нас имеется какой-то способ порождения, ну, какой-то терм, который из одного множества делает другое множество, то тогда мы можем для любого, сколь угодно, большого ординала построить функцию, которая будет работать на всем этом ординале. И на каждом элементе этого ординала она будет удовлетворять вот такому вот свойству, что ее значение в точке t равно вот этому терму кси от всех, от совокупности всех значений на всех предыдущих точках. Естественно, h от нуля, или h от пустого множества, это будет всего лишь навсего кси от пустого множества. h от единицы, ну, чтобы вам стало понятно, это у нас что? Это будет кси от синглитона h от нуля. А h от двух, это у нас будет кси от такого множества. h от нуля, h от единицы. И так далее, так далее, так далее. Мы можем это продолжать. Если бы речь шла о только множестве натуральных чисел, то, в принципе, тут уже понятно было бы, ну, прибавляй единицу и прибавляй. Но у нас мы хотим доказать, что вот такой вот h, эта функция, она существует для произвольного ординала. Следовательно, если мы что-то хотим доказать, существование чего-то для произвольного ординала, нам нужно воспользоваться трансфинитной индукцией для этого. И если из предположения, что такая функция существует для всех меньших ординалов, следует, что эта функция существует для самого этого ординала, если это нам удастся доказать, то считайте, что мы принцип трансфинитной рекурсии с вами обосновали. Но в самом деле, какие у нас бывают ординалы бета? Они у нас бывают, как мы помним, предельными и последующими. Других нет у нас вариантов. Да, любой ординал, он либо предельный, либо последующий. Значит, что такое предельный ординал бета? Рассмотрим случай сначала предельного ординала бета. Ну, скажем, вот как омега. Бета равняется сумме всех ординалов ТТ принадлежит бета. Ну, или что то же самое равняется сумме бета. Это мы на прошлом занятии рассматривали. То есть, вот здесь где-то все меньшие его ординальчики существуют, и вот он является их объединением, всех меньших его. Вот. Возьмем... Да, и на каждом ординальчике меньшим бета мы по предположению трансфинитной индукции вот такую вот функцию h имеем. Возьмем сумму этих функций. Значит, h равняется сумма от h альфа, где альфа меньше бета. То есть, ну, грубо говоря, вот здесь имеются на каждом ординальчике вот эти вот функции, которые так наслаиваются, наслаиваются друг на друга, являются продолжением этих функций. Возьмем сумму этих функций. Значит, что мы получим в итоге? А мы получим в итоге функцию. Почему эта функция? Потому что, с одной стороны, она у нас всюду определена, потому что какой бы элементик бета мы ни взяли, найдется следующий за ним элементик. Вспоминаем задачи сегодняшней контрольной. Значит, найдется какая-то из частичных функций, которая будет построена на ординале, там, допустим, х плюс единица, и тогда будет какое-то значение, хотя бы одно значение для каждого х из бета должно будет существовать. Это с одной стороны, то есть это получается соотношение всюду определенное. Но с другой стороны, это у нас соотношение и прямо однозначное, потому что если в какой-то момент возникла такая штука, h α1 от t не равняется h α2 от t. Вот на этой картинке как бы функции наслаиваются, да, и где-то они разошлись. Вот нашлось две функции. Одна из них определена на α1, вторая, ну, давайте я покрупнее нарисую. Вот у нас функции, вот у нас α1, которая меньше бета, вот у нас α2, которая меньше бета, вот первая функция h α1, вот функция h α2, и на каком-то t они разошлись. Но если они разошлись на каком-то t, то мы можем найти наименьший элемент, наименьший ординал, где они еще будут расходиться. Если у нас имеется ординал с каким-то свойством, а от t, то у нас имеется и наименьший ординал с этим свойством. На основе этого мы строили доказательства принципа трансфинитной индукции. Но это что означает? Это будет означать, что на всех предыдущих вот это вот соотношение выполняется, и это будет обозначать то, что h α1 от t равняется к си от h α1. Сейчас я нарисую. Потом поясню. Равняется... Но здесь уже t0. t0 это наименьший такой. Равняется к си от h α2 от t равняется h α2 от t0. Мы предполагаем, что мы нашли такой t0, в котором h α1 и h α2 не равны, но на всех меньших они равны. И тогда мы приходим к такому парадоксу, что по определению в точке t0 h α1 должно соответствовать вот этому соотношению. Но так как все h α1 совпадают с h α2 на всех t меньших t0, то тогда мы можем написать вот это вот равенство. И следовательно, мы приходим вот к этому соотношению, то есть к противоречию. На самом деле здесь ничего сложного нет, потому что эти функции, они все растут из одного корня, из точки 0, из точки кси от пустого множества. И все они одинаковым образом распространяются на каждый n плюс 1 ординал. То есть, если у нас β это предельный ординал, то тогда действительно на предельном ординале вот такая вот функция существует, и она может быть построена. И она будет равна вот этому вот значению, если она построена на всех предыдущих значениях. Ну а если у нас ординал не предельный, а последующий? Ну здесь можно уже совсем просто рассуждать. Можно рассуждать таким образом. Вообще всякий последующий ординал – это сумма предельного и какого-то натурального числа. Мы можем просто доопределить, допустим, hz плюс 1 равняется hz, сумма такая пара, z плюс 1, кси от hz от z. Так вот. То есть, если, допустим, у нас ординал последующий и имеет вид предельный плюс единица, то имея функцию на предельном ординале, мы просто для данного ординала плюс 1 можем доопределить в этой точке еще одно значение. Вот так вот. Если у нас таких значений конечное количество, а оно всегда конечное, потому что всякий ординал является суммой предельного и натурального числа, то мы можем это доопределение произвести конечное количество раз. Можно в случае с последующим ординалом чуть-чуть по-другому рассуждать. Как у нас выглядит последующий ординал? Вот он у нас ординал бета, равный бета штрих плюс единица. А вот у нас ординал бета штрих. Что из себя представляет шаг трансфинитной рекурсии здесь? Мы говорим, что на всех ординалах меньших бета штрих вот такая вот функция существует. Вот она здесь где-то началась и продолжается, и продолжается, и продолжается. И на самом деле она существует на всех ординалах меньших бета штрих. Бета штрих может быть как предельным, так и последующим. Это не важно. Для нас важно, что эта функция существует на всех ординалах меньших бета штрих. Чтобы она существовала теперь на ординале β, последующем относительно β', нам не хватает всего одной точки. Нам не хватает эту функцию доопределить в точке β'. Но мы ее можем прямо доопределить по этому условию. h от β' равняется ξ от h от β'. То есть если ординал последующий, мы просто определяем в одной точке. Если ординал предельный, значит мы берем сумму всех вот этих вот функций. И в итоге мы получаем действительно такую вещь, что какой бы ординал большой мы не взяли, мы можем построить функцию на этом ординале, удовлетворяющую вот этому вот соотношению. Это трансфинитная рекурсия. Мы ее будем использовать не само по себе, а в паре с одним хитроумным трюком. Собственно говоря, вот этот трюк, он самый хитроумный и самый сложный, ничего сложнее я не буду демонстрировать в этом курсе. Поэтому следите за руками, но он красивый. Если вы где-то даже что-то сейчас упустите, но поймете суть основную, то это будет очень хорошо. Мы будем рассматривать вот эту функцию кси, которая получает из одного, ну из одного множества другое. Вот какую конструкцию, в виде вот какой конструкции. Пусть у нас имеется некое заданное множество А. Пусть у нас имеется некое У, являющееся под множеством А. И мы будем рассматривать кси от У всегда такую, что она будет обладать следующим свойством. Кси от У равняется пустому множеству, если У равняется пустому множеству. И оно равняется синглитону Т, где Т принадлежит У, если У не равно пустому множеству. То есть, вот так вот, Т. То есть, мы будем рассматривать такие термы с вами. Нас будут особо интересовать такие вот термы, такие способы построения. Которые будут делать что? Вот взяли исходное множество А, и на любом его подмножестве выбираем одноэлементное множество, которое с элементом, принадлежащим здесь. Какое бы подмножество мы ни взяли. Но если мы взяли пустое подмножество, ну на выходе пустое подмножество. А если мы взяли не пустое, тогда одноэлементное, элемент которого принадлежит А. И рассмотрим сейчас рекурсию вот какого вида h от 0 равняется сумма кси от а h от 1 равняется сумма кси от а Вычесть синглитон h от 0 Сейчас я поясню h от 2 равняется сумма кси от а Вычесть h от 0, h от 1 и так далее И h от произвольного ординала t равняется сумме кси от а Вычесть h от в квадратных скобочках t То есть мы с вами при помощи вот этого волшебного кси Организуем поэлементный выбор из элементов из множества То есть взяли элемент множества, вытянули нулевой Да, почему здесь сумма? Понятно, нам хочется элементик получить, а кси возвращает нам синглитон Это технический момент Я много раз говорил, что сумма синглитон t равняется t Вот это вас пусть никогда с толку не сбивает и в следующем семестре тоже Вот, то есть то, что здесь стоят везде суммы, это всего лишь технический момент Да, мы просто из синглитона получаем элемент Зато это нам позволяет вот здесь попроще писать Значит, выбрали из этого первый элемент, выкинули У нас получилось под множество этого множества без первого элемента Выбрали второй, выкинули Получилось под множество этого множества без двух элементов И получается, что на шаге и мы выкидываем и-то элемент И все эти элементы разные, они не могут повторяться Потому что на каждом шаге мы выбираем из оставшихся И, что самое интересное, самое любопытное Этот процесс трансфинитный То есть мы выбрали 1, 2, 3 миллион, миллиард и так далее 10 в сотой степени и так далее элементов Потом мы говорим и так далее Выбрали счетное количество, выбрали омега элементов Теперь выбираем омега плюс первый элемент Плюс второй, плюс третий и так далее Этот процесс трансфинитный И теперь что получается Ну, нарисуем такую условную функцию Значит, здесь у нас ординалы, вот они от нуля идут И вот сюда вот это вот ординалы куда-то убегают у нас А здесь у нас элементики А Вот Причем Вот это вот множество А, оно задано Мы его знаем заранее И для каких-то ординалов у нас задан элемент А Такой, что он выбран на итом ординале Для какого-то ординала задан элемент Если этот элемент существует, то он единственный В силу того, что мы всякий раз разные элементы выбираем А дальше мы замечаем вот что Мы вспоминаем схему аксиом подстановки Помните схему аксиом подстановки? Давно мы ее не вспоминали А она была вот про что Если у нас имеется отношение А от х и у нас имеется некое ограничивающее множество У И вот это вот А от х и у на каком-то участке обладает тем свойством, что для каждого х существует единственный у То мы можем собрать вот сюда все у тоже во множество То есть сделать такую проекцию сюда И мы можем взять и схему аксиом подстановки развернуть вот сюда И что нам это даст? Если мы предположим, что не существует максимального ординала И вот этот процесс вычерпывания элементов из А Мы можем продолжать и продолжать и продолжать и продолжать И для каждого ординала у нас будут всегда находиться новые и новые элементы А То мы, если так предположить То мы можем взять и применить схему аксиом подстановки к получившейся конструкции Здесь у нас А Здесь у нас ординалы, получающиеся, ну выбирающие каждый элемент из А И что мы получим? Мы получим здесь множество всех ординалов В силу схемы аксиом подстановки Но множество всех ординалов не существует Мы получаем противоречие Значит Значит что? Значит этот процесс обязательно должен оборваться на каком-то ординале То есть должен существовать какой-то ТМ Какой-то ординальчик ТМ Который вычерпает все элементы А Вот этот вот процесс трансфинитного вычерпывания должен остановиться Потому что если бы он не останавливался никогда То тогда в силу схемы аксиом подстановки Так как мы вычерпываем каждый раз элементы множества А Мы могли бы спроецировать вот это вот А сюда И сказать Вот есть схема аксиом подстановки Значит есть множество всех ординалов Но множество всех ординалов нет Мы помним Ординалы это слишком большая совокупность Она огромная Вот она настолько огромная получается Что для любого множества Какое бы множество мы ни взяли Найдется достаточно большой ординал Что процесс вот этого трансфинитного вычерпывания элементов Закончится Мы выберем все элементы множества И что мы можем доказать при помощи получившегося рассуждения Мы можем доказать удивительные вещи Во-первых мы можем сразу же увидеть Что всякое вполне упорядоченное множество Всякое вполне упорядоченное множество Изоморфно какому-то ординалу Как это сделать Возьмем в качестве нашу кси от у Вот такую вот вещь Т принадлежащий у Такому что для любого у У принадлежащий у Следовательно Т меньше либо равно у Это я что написал Это я написал Для каждого Подмножества Возвратить синглитон из его минимального элемента Я напоминаю что нас сейчас интересуют Вполне упорядоченное множество И у это подмножество вполне упорядоченного множества Значит у него найдется всегда Минимальный элемент И Ну у не пустого подмножества найдется минимальный элемент И вот если мы возьмем вполне упорядоченное множество И найдем его минимальный элемент Просто Да? И вынем его Потом из оставшегося В оставшемся тоже будет минимальный элемент Выним и его Итак мы снизу будем вынимать 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 Как мы уже поняли Этот процесс Не может продолжаться Насколько угодно в больших ординалах Найдется такой ординал Что этот процесс закончится И мы вынем все элементы И Получившийся ординал Тот самый ординал Который На котором мы закончим процесс Вынимания всех элементов Он и будет изоморфен Потому что В процессе вынимания Мы конструируем биекцию Между Элементами этого большого ординала То есть между всеми ординалами Меньшими его И элементами множества И получается Что мы построили Изоморфизм Между ординалом И вполне упорядоченным множеством Ну ладно Ординалы это родственники Близкие вполне упорядоченных множеств И Тут Вроде как Ничего удивительного нет Что Каждому вполне упорядоченному множеству Можно сопоставить Изоморфный ему ординал А теперь Вещь поистине удивительная Теорема Цермела Теорема Цермела Если в качестве нашего Кси от У Мы возьмем Функцию выбора Функцию выбора О которой я говорил Пару занятий назад Которая обладает Как раз Вот этим вот Самым Свойством Пустое множество Если У равняется Пустому множеству И Синглитон Т Если У не равняется Пустому множеству И Т Принадлежит У Функция выбора Это то Что следует Из аксиомы выбора То есть Ну аксиомы выбора Можно сказать Мы ее эквивалентно Так сформулируем Какое бы подножство Мы не взяли Не пустое Один или Не так Мы можем сразу Построить функцию Которая Каждому подмножеству Ставит в соответствие Элемент Его Вот тут вот Тонкая грань Есть между Какое бы подмножество Не пустое Мы не взяли Можем выбрать элемент Можем выбрать Для одного подмножества А аксиомы выбора Говорит Мы сразу Можем задать Такую функцию Которая бы действовала Функция Из булиана От x В булиан От x Которая Вот этим вот Свойством обладает Итак Взяли наше множество Взяли вот эту вот Функцию И применили К ней Вот тот процесс О котором я сейчас Рассказывал По элементного выбора Это значит Что Найдется Какой-то Достаточно большой Ординал Для любого x Какой бы x Мы не взяли Найдется достаточно Большой ординал Что мы все элементы Выберем На этом ординале То есть Что получается А выбрав Вот все элементы Таким способом Мы построим Биекцию Между элементами x И этим ординалом И тем самым Мы зададим Вполне Полный порядок Полный порядок На x То есть мы Каждое множество x Можем вполне Упорядочить Таким образом Поэтому теорема Цермела Так и формулируется Каждое множество x Может быть Вполне Упорядочено Каждое Множество x Например Мы можем Вполне Упорядочить Множество Действительных Чисел По теореме Цермела И Сразу же Из теоремы Цермела Как из пушки Выстреливает Очень мощное Следствие Смотрите Если у нас Имеется Два произвольных Множества x и y Вообще Произвольных Любых Какие Какие Захотим И мы По теореме Цермела Построили Биекцию Между Иксом И каким-то Ординалом Альфа Между Игриком И каким-то Ординалом Бета Построили Биекцию А дальше Мы про ординалы Что знаем Мы про ординалы Уже знаем Что ведут Они себя Хорошо Что либо А меньше Бета Либо Альфа Равняется Бета Либо Бета Больше Альфа Причем В смысле Подмножеств То есть Либо Альфа Является Подмножеством Бета Либо Бета Является Подмножеством Альфа Либо Они равны И что Получается Получается что для любой пары элементов, если α и β равны, то мы построили биекцию между х и у. Если α меньше β, то мы можем построить вот из этой парочки инъекцию из х в у, а если β меньше α, то мы можем построить инъекцию из у в х. А что значит мы можем построить инъекцию из х в у или из у в х? Это значит, что мы можем сравнить по мночности любые два множества. Вот, то есть получается сразу же, что любые два множества сравнимы по мощности Помните, мы определили там, давайте сравнивать Давайте вот если есть инъекция, то меньше либо равно по мощности Если ее нет, ну не знаем, вот, может быть они не сравнимы друг с другом И я вам обещал, что мы к этому вопросу вернемся Вот мы вернулись, и так быстро и легко мы увидели, что нет Либо из x в y есть инъекция, либо из y в x есть инъекция И любые два множества получаются по мощности всегда сравнимы Но с одной оговоркой, если у нас аксиому выбора мы принимаем И, в общем, против нее ничего не имеем Если есть аксиому выбора, тогда любые два множества по мощности будут сравнимы Вот так все просто в итоге Конечно, пришлось продраться через очень большие технические вещи На прошлом занятии, когда мы ординалы изучали Но зато подготовив все, мы видим теорему Цермела сразу И мы видим следствие из этой теоремы сразу же Ой-ой-ой, времени-то мало Я только дошел до самого интересного Ну ладно Давайте теперь вот что Давайте теперь Назовем Кардиналом t Кардиналом Такой ординал Что Для любого x x принадлежит t Следовательно Модуль x меньше Модуля t В смысле отсутствия инъекции Из t в x То есть Кардиналом Мы назовем Наименьший из ординалов Заданной мощности То есть Вот смотрите У нас есть ординалы Да Мы с этим уже разобрались А теперь какие-то из ординалов Мы назовем кардиналами Что у нас является кардиналами Кардиналом является пустое множество Нуль Нет элементов Все натуральные числа Один, два, три, четыре Это все кардиналы Это кстати требует доказательства Но я не буду на этом останавливаться Но в принципе достаточно очевидно Что Если у нас четыре элемента А не три Три, а не два элемента То есть Каждый из них Имеет разную мощность То есть Каждый из ординалов Натуральных чисел Имеет Разную мощность Омега Он же Алиф нуль Наш Это Первый Бесконечный кардинал А вот Омега плюс один Является кардиналом? Нет Не является Потому что Мощность омеги плюс один Равняется Алиф нулю Поэтому Омега плюс один Кардиналом не является Понятно? Да? То есть Кардинал Это наименьший ординал Данной мощности А Уже много раз Сегодня повторялось Что Если у нас есть Ординал С каким-то свойством То у нас есть И наименьший ординал Удовлетворяющий Этому свойству Вот Мы этим постоянно пользуемся Ну Понятно Насчет натуральных чисел Это знакомые нам кардиналы Мы всегда меряем Количество Не знаю Чего Яблок в пакете Вот это натуральным числом Померили У нас Есть Кардинал Алиф нуль Омега Как мы поняли Есть ли другие кардиналы? Ну конечно есть Они должны быть Обязаны быть Потому что Мы знаем По теореме Кантера Что Алиф нуль Строго меньше 2 в степени Алиф нуль Я вот так вот Тут поставил Знак Строго меньше А здесь Оставил местечко Что это значит? Мы можем взять Множество натуральных чисел Построить от него Булиан Всегда можем построить Множество всех Подножств натуральных чисел Мы давно с вами знаем Что это будет Несчетное множество Что это будет Множество Равномочное Множество Действительных чисел Мы будем Знать Что это Множество Мощность Больше Множества Натуральных чисел Теперь По теореме Цермела Мы можем Его вполне Упорядочить Так То есть Найти какой-то Ординал Равномочный 2 в степени Алиф нуль А теперь Мы найдем Наименьший Ординал Больший Алиф нуль Но меньше Либо равный 2 в степени Алиф нуль И обзовем Его Алиф единица То есть Алиф единица Это будет Наименьший Ординал Больше Чем Алиф нуль Ну и вообще Я сказал Ординал Или кардинал Извините Кардинал Ну и вообще Если К у нас Кардинал Какой-то То Мы можем Построить Вот такую Конструкцию К плюс 2 в степени Капа То есть А да Кардиналы Обычно у нас Обозначаются Буквами Капа Лямбда Если Нам нужны Общие То есть Какой бы Кардинал Мы не взяли Мы можем Построить Строго Больший Его Кардинал 2 в степени Капа И найти Наименьший Строго Из строго Больших Капа И этот Будет Капа Плюс Отсюда Получается Вот такой Вот ряд Алиф Ноль Алиф Единица Алиф Н И так Далее То есть Получается Натуральный Ряд Кардиналов А Можем Ли мы Этот Процесс Продолжить Трансфинитно Ну почему Нет Конечно Можем Если Да Ну кстати Заметим Такое Свойство Кардиналов Что Если У нас Х Множество Кардиналов То Сумма Х Тоже Кардинал Ну Во первых Так как Х У нас Множество Кардиналов Все Кардиналы У нас Являются Ординалами И Сумма Х Это у нас Ординал Во всяком Случае Мы знаем Что Сумма Множества Всех Ординалов Это Ординал Дальше Мы Заметим Вот что Значит Что Для любого Т Т Принадлежит Х Следовательно Т Является Подможеством Суммы Х Вспоминаем Сегодняшнюю Контрольную Работу Она не зря Была Дана Вам Для Разминки Значит Значит Что Т Меньше Либо Равно Мощности Сумма Х Минуточку Внимание Я сейчас Заканчиваю Мы Доказываем Что Если Х Множество Ординалов То Сумма Х Кардинал Предположим Что Сумма Х Является Ординалом Она Вынуждена Быть Ординалом Не Являющимся Кардиналом То Есть Сумма Х Ее Кардинальность То Есть Мощность Равняется Какому То Капи Который Меньше Суммы Х А Да Я Забыл Сказать Вам Что Теперь Когда Мы Говорим Х По Модулю Мы Можем Наделить Вот Эту Запись Вполне Определенным Смыслом Термом Сумма Х По Модулю Это Кардинал Соответствующий Если Х Конечный То Сумма Х По Модулю Дает Нам Знакомое С детства Со Школы Количество Элементов В виде Натурального Числа А Если Оно Бесконечное Там Будет Алиф 0 Или Какой Алиф Капа Он Меньше Суммы Х И Является Мощностью Но Если Капа Принадлежит Сумме Х А Меньше Принадлежит Это Одно И Тоже Это Значит Что У Нас Капа Это Значит Что Существует Т Принадлежащий Х Капа Меньше Т По Определению Суммы Но Ведь Любой Т Принадлежащий Х У нас Меньше Либо Равен По Мощности Сумме Х И Получается Что Капа Меньше Так 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 Нет Что То Я тут Путаюсь Т Меньше Либо Равно Сумме Х Отсюда Сумма Сумма Х Меньше Т Меньше Либо Равна Сумме Х И Здесь У нас Противоречие Значит Где У нас Противоречие А Ну Да Потому Что Если Мы Предположили Что Капа Принадлежит Сумме Х Это Значит Существует Т Что Капа Наша Меньше Т Строго А Капа Это Как раз Сумма Х По Модулю Вот Она Строго Меньше Т А Т У нас Меньше Либо Равно Сумме Х То есть Самой Капе То есть Получается Капа Строго Меньше Капа Вот Противоречия То есть Получается Что Если Мы Возьмем Какой-то Набор Если Х Это Набор Кардиналов То Сумма Х Это Тоже Кардинал Модуль Суммы Х Сравняется Сумми Х И Это Нам Дает Возможность Продолжить Алифы Трансфинитно То есть Мы можем Сказать Что Для любого Ординала Альфа Алиф Альфа Равняется Алиф Сумма Альфа С плюсом Если Альфа Последующий Если Альфа Последующий Либо Алиф Альфа Равняется Сумма Бета Меньше Альфа Алиф Бета Если Альфа Предельный И кстати Такой кардинал Будем называть Предельным Кардиналом С кардиналами Получается Примерно Та же История Что с Ординалами Они бывают Последующими И предельными И Вслед за Алиф Ноль Алиф Н У нас Где-то Здесь Появляется Алиф Омега Первый Предельный Кардинал Алиф Омега Плюс Один И так Далее И вообще Алиф Альфа Для Произвольного Ординала Альфа И получается Что Для каждого Ординала Альфа Мы можем Придумать Кардинал Алиф Альфа И это Получается Что у нас Множество Всех Кардиналов Не существует Потому что Не существует Множество Всех Ординалов Вот Какую Последовательность Мы с вами Выявили Но Сразу же Вместе с этой Последовательностью Возникает И интересный Вопрос Один из Самых ярких Решенных вопросов В прошлом веке В математике Окей Значит Мы выяснили Что какое бы Не было множество Х Оно там Либо конечное А если бесконечное То оно имеет Кардинальность И его кардинал Это будет Некий Алиф Альфа Хорошо Возьмем Булиан Атомика Чему Алиф Чему Равно То есть Равно По мощности Равняется Алиф Альфа А чему Равно Альфа Мы знаем Что это 2 в степени Алиф 0 Мы знаем Что это Строго Больше Алиф 0 Но что Это Алиф Единица Алиф Двойка Алиф Десятка То есть Между Алиф 0 И 2 В степени Алиф 0 Есть Какие-то Другие Мощности Или нет Ну Есть Кардиналы Или нет Никаких Кардиналов Этот вопрос Он Входил В знаменитый Перечень Задач Гильберта Нерешенных На начало 20 века И Ответ На этот вопрос Был получен Удивительный Может быть Разочаровывающий Что А это Как мы Положим Из Аксиом Цермела Фрэнкеля Просто Не хватает Для того Чтобы Дать Какое-то Ну Вычислить Вот это Вот значение На самом деле Мы можем Предположить Что 2 В степени Алиф 0 Равняется Алиф Единицей И если Система Аксиом Цермела Фрэнкеля Не противоречива То Это Предположение Будет Тоже Не противоречиво Вот это утверждение Тоже Будет Не противоречиво Мы можем Сказать Что Это Не равно И это Тоже Будет Совместно С аксиомами Цермела Фрэнкеля Это При помощи Метода Форсинга В 63 Году Пол Коин Доказал В 1663 Году Но Метод Форсинга Это далеко За рамками Нашего курса Это К Мат Глубление Ну Как бы Углубленная Мат Логика Такая Но Этот Результат Мы Можем Знать Мы можем Им Пользоваться Утверждение О том Что 2 в степени Алиф 0 равняется Алиф 1 Называется Континуум Гипотезой Вот В принципе Каково Ее Обоснование Такое Рациональное Мы знаем Множество Счетных Ну например Рациональных Чисел И мы знаем Множество Действительных Чисел Несчетные Его мощность Равняется 2 в степени Алиф 0 Алиф Алиф 0 А что-то Более Мощное Чем Множество Рациональных Чисел Но Менее Мощное Чем Множество Действительных Чисел Мы Как-то Выдумать Не Можем И Поэтому Еще Кантор Предположил Что Наверное Ничего И Нет Посередке И Пытался Доказать Безуспешно У него Ничего Не Получилось Но То Что Мы Не Можем Ничего Этого Выдумать Это Нам Ни о чем Не Говорит Потому Что По теореме Цермела Например Мы Можем Выдумать Мы Можем Получить Вполне Упорядочение Множество Действительных Чисел Но Я Вас Уверяю Нет Такого Примера В природе Какого-то Такого Построенного Множества Которое Бы Давало Вполне Упорядочение Для Действительных Чисел Оно Просто Следует Его Существование Просто Следует Из Нам Еще Ни о чем Не Говорит И Вот Как бы Суть Континуум Гипотезы И Такого Интересного Вопроса Которые Решали Решали Решили Вот Она Свелась К тому Что Действительности Как Мы Положим Можно Забегая Вперед Совместно На самом Деле С Оксиоматикой Цермела Фрэнкеля Любое Алиф И Натуральное Положить В качестве Мощности 2 в степени Алиф 0 Но Можно Кстати Показать Что Например Алиф Омега Не может Быть Равно 2 в степени Алиф 0 Но Это Конечно Далеко От того Что Мы Хотели Бы Получить Ну Так Вот Элементарно Рассматриваем Числа Все Последнее Даю Определение И Заканчиваю На сегодня Числа Которые Получаются Путем Возведения 2 в степени Называются Бет Числами Бет 0 Равняется Алиф 0 Это Вы Уже Знаете Значит Бет Альфа Плюс Единица Равняется 2 в степени Бет Альфа И Бет Альфа Для Если А Если Альфа Последующий И Бет Альфа Равняется Сумма Бета Меньше Альфа Всех Бет Бета Если Альфа Предельный То есть Мы Таким же Образом Можем Получить Трансфинитную Последовательность Бет Чисел И При Помощи Трансфинитной Индукции Легко Показать Что Для Любого Альфа Если Альфа Является Ординалом То Алиф Альфа Меньше Либо Равно Бет Альфа Это Следует Практически Из Определения Этих Чисел А Обобщенная Континуум Гипотеза ГХЦ Нам Говорит Что Алиф Альфа На самом деле Равняется Бет Альфа Для Любого Ординала Альфа Потому что Континуум Гипотеза Кантера Интересовали Только Между Алиф Ноль И два В степени Алиф Ноль Числа Но у нас же есть Два В степени Алиф Ноль И два В степени Два В степени Алиф Ноль Там Как обстоит Дела Вот Можно Для простоты Считать Что все Алиф Числа Равняется Всем Бет Числам Тоже Коин Показал Что Эта Штука Не Противоречит Системе Цермела Френкеля И более Того Из Обобщенной Континуум Гипотезы Следует Аксиома Выбора В принципе Получается Достаточно Такая Красивая Конструкция Да Все Бет Числа Равняется Алиф Числам Аксиома Выбора Следует Из этого Утверждения Ну Вот Например Мы можем В таком В таком Мире Жить И напоследок Я себе Позволь Немножко Пофилософствовать Вот О том Что мы Сейчас достигли С вами В Некоторых Примитивных В языках Некоторых Примитивных Племен Например Коренных Народов Америки Числительные Бывают Ограниченные Ну Вот У них Есть В языке Понятие Один Два Три И много Потому что Если они Охотники Собиратели Они не Занимаются Торговлей Если они Не занимаются Земледелием Им В общем-то Считать До трех Не нужно Ну Больше Чем До трех Не нужно Ну Что Ну Дай мне Там Не знаю Одно Яблоко Или два Яблока Или много Яблок Грубо говоря Им У них Вот Просто Числительных В языке Нет И такие Языки Существуют До сих Пор Ну Естественно Колонизаторы Там Свою систему Свои Числительные В эти Языки Погрузили А вот В родных Числительных У них Не было То есть Появление В языке Числительных Для Обозначения Любого Натурального Числа Говорит О Некоем Новом Цивилизационном Уровне То есть Людям Понадобилось Торговлю Или Что-то И вот Им Любое Натуральное Число А мы С вами До Сегодняшнего Момента У нас Были Все Один Два Три Все Натуральные Числа И у нас Было Какое-то Понятие Бесконечности И тут Мы с вами Увидели Что Оказывается Это Само Понятие Бесконечности Распалось Вот На такой Вот Интересный Спектр Алиф Чисел Да Алиф Чисел Индексированных Ординалами Мы Теперь Представим Вот Мы Выше Цивилизационном Уровне По отношению К людям Которые Этого Не знают Как Цивилизованные Люди По отношению К охотникам Собирателям У которых В языке Есть Один Два Три Много А у Нас Один Два Три Н И Бесконечность Вот Это К вопросу О том Как Теория Множеств Дает Возможность Вводить Вещи Новые Понятия Которые Неведомые До сих Пор И Да И еще Извините Одно Одно Маленькое Замечание Просто Чтобы У вас Уложилось Опять же Лингвистический Лингвистический Параллель В языке У нас Существует Понятие Количественного Числительного И Порядкового Числительного Один И первый Три И третий И Мы Как-то Свыклись С тем Что В нашем В обычном Конечном Мире Они Все Совпадают Друг С другом Если У меня Там Не знаю 35 лет Прожил У меня 35 Свечек На Торт Ставят Вот И Там В 35 День Рождения Человек Торт С 35 Свечами Получает А в Бесконечности Когда мы Выходим За пределы Бесконечности Количественные И порядковые Начинают Различаться Это как раз Разница между Ординалами И кардиналами Всякий Кардинал Является Ординалом Но не наоборот И вот Если бы Люди Жили Бесконечно Скажем Даже Трансфенитно Жили бы Представляете В омега Плюс 20 День Рождения Уже Прожив Бесконечно Много Лет Человек Получал Бы Торт В который Был бы Воткнуто Алиф Ноль Свечей Ну Скажем На каждой Точке Торта С рациональными Координатами Воткнуто По свечке Вот Работу Дома Продумать Прорешать Следующая Наша Лекция Будет Последней Я Совсем Сливки Как бы Нашего Курса Там Интересные Штучки Про Арифметику Кардиналов Расскажу И все И на этом Мы Теоретическую Часть Заканчиваем Надеюсь Не очень Утомил Или Если Очень Утомил Ничего Страшного Разминка Для мозга Спасибо